Собственность края принята 143. Муниципальных медучреждений больше всего из Краснодара, Новороссийска и Сочи доложил на планерном совещании в ЗАГСобрании министр здравоохранения Кубани. Всего же в имущественном комплексе отрасли почти 3000 зданий и сооружений. Большинство из них нуждаются в переоснащении и капремонте. Многие главные врачи, мы прекрасно их понимаем, им деваться некуда, они начинают нас забрасывать письмами о том, что огромное количество лет никто к этим зданиям не прикасался. На сегодняшний день приблизительно методом заявок от главных врачей, не имея проектно-сметной документации от них и не имея конкретных сумм, у нас сумма только варьирует от 10 до 16 миллиардов. То есть это только чтобы мы провели ремонты. Закупка дорогостоящих лекарств для льготников тоже под угрозой срыва. Число заявок возросло в сотни раз и обеспечивать их не успевают. Процедуры согласования длятся до трёх месяцев. При этом стоимость одной заявки не может превышать 500 тысяч рублей. Но этой суммы иногда не хватает даже на покупку одного препарата. А раньше вот эта планка в 500 тысяч рублей, да, вижу какая стоимость на эти лекарства. Они все там превышают эту планку. И, конечно, надо менять. И хотелось бы, чтобы уже до 1 марта было чётко понятно, что у нас эта планка сдвинулась, и что они могут быстро закупать эти лекарства. И у нас не получается сбоев, из-за которых там все родные с ума сходят. Нехватка врачей – ещё один повод для жалоб населения. Но как централизация управления поможет решить эту проблему? Парламентарии настаивают на разработке целевой программы, в которой будут установлены региональные льготы и материальные стимулы для медработников. Мы говорим о увеличении пенсионного возраста, увеличении продолжительности жизни. Это всё как бы мы планируем вопреки или всё-таки благодаря развитию здравоохранения. Мы территория, которая может лучших работников со всей России привлечь, но мотивировать надо. Обеспеченность кадрами в сельских больницах иногда не дотягивает и до 30%. Есть примеры, когда в новых построенных ФАПах некому работать. Федеральная госпрограмма «Земский доктор» для привлечения специалистов в сельские медучреждения установила подъёмные в 1 миллион рублей. Недавно увеличили и предельный возраст с 35 до 50 лет. Однако дефицит кадров остаётся. Усугубляет ситуацию и слабая материально-техническая база муниципальных поликлиник и больниц. «Человек с инсультом. В Абширонске нет КТ. Отправляем в горячий ключ, где есть КТ. В горячий ключ есть КТ, но не смогли поставить. Отправляем в Абширонск. В Абширонске отправляем в краевую больницу. И только в краевой больнице мы ставим диагноз, но уже не успеваем спасти. Поэтому, конечно, материально-техническое обеспечение сейчас. Надо, чтобы какой-то минимальный набор на уровне районных было. Не только краевая. Мы до краевой, к сожалению, не всегда успеваем уже кого-то довести». В резолюции по итогам обсуждения парламентарии поручили Минздраву края определить приоритеты по капремонту и переоснащению больниц, а также внести свои предложения по компенсациям медработникам за аренду жилья. Ранее это был уровень ответственности муниципалитетов. В новых условиях задача одна – повышать качество медобслуживания. «Качество услуг должно только улучшаться. Перечень расширяться, качество улучшаться. И мы тогда действительно выполним те задачи, непростые задачи, которые стоят перед всеми субъектами, перед нами в том числе. Но край уникальный, и мы должны создать условия для тех 15-17 миллионов отдыхающих, а еще транзит до 5 миллионов». По заявлению краевого министра, централизация системы здравоохранения направлена на улучшение ситуации в отрасли и не спровоцирует сокращение штатов медучреждений на местах.